Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня предпоследний день нашего курса «Методы изучения Библии». Давайте начнем с очень короткого повторения. Три шага изучения Библии и вопросы, которые мы задаем на каждом из этих шагов. Шаг номер один – и вопрос, что я вижу. Шаг номер два – толкование, вопрос. Что это значит? И шаг номер три – применение и вопрос, что мне с этим делать. Сейчас мы с вами уже третий день разбираем второй шаг изучения Священного Писания, именно потому, что толкование представляет достаточно серьезные сложности, и нужно уметь пользоваться определенными законами, во-первых, знать эти законы, пользоваться определенными законами и правилами толкования. Мы с вами говорили о основном правиле, золотом правиле изучения Священного Писания. И это правило было какое? Библия толкует сама себя. Сложные места объясняются через простые, да, через более простые. Мы работаем с параллельными местами, совершенно верно. Братья у нас сегодня активные и явно проснувшиеся, и это здорово. Сестрам еще предстоит проснуться. Ну, сейчас проснуться. Итак, толкование простых, сложных мест через простые, и Библия толкует сама себя. Теперь я вам поставлю несколько вопросов, и вы мне скажите, какими дополнительными источниками вы воспользуетесь для того, чтобы найти ответ на эти вопросы. Вот вы исследуете Библию, и вы хотите найти ответ на вопросы. Вопрос первый. Что значит имя Иона? Какому источнику, какому типу книг вы обратитесь, чтобы найти ответ на этот вопрос? Библейские слова. Библейские слова. Вопрос второй. Насколько далеко находилась Вифания, где жили Мария, Марфа и Лазарь, от Иерусалима? Абди вали в километрах. Да, географический атлас, карты. Библейским словарем тоже можно воспользоваться, но там не будет картинки обычно. В хороших будет. Но если вы хотите рисунок, картинку, то это все-таки карты, атласы. Вопрос номер третий. Вы хотите узнать, когда в Священном Писании, в какой книге, в каком месте Священного Писания впервые употребляется слово «благодать»? Священное Писание. То есть, да, симфония или компьютерная программа, которая... Да, Священное Писание, конечно, можно и нужно читать, но представляете, если оно появляется очень поздно. Вы, конечно, прочитаете Священное Писание, но у вас ответ на этот вопрос займет много времени. Вопрос четвертый. В проповеди вам говорят про гиену огненную и утверждают, что гиена огненная – это народное термин, народное словечко, такое термин, название народное, которым обозначалась свалка за пределами Иерусалима, где сжигали мусор и постоянно горел огонь. Вы хотите проверить, так ли это? В каких книжках или в каких типах книг вы можете найти ответ на такой вопрос? Толкование, исторические книги, библейские справочники. Да, кстати говоря, проверяя утверждение про гиену, не забудьте, пожалуйста, задаться вот каким вопросом. Свалка – это свалкой, а была ли она во времена Иисуса Христа? То есть, вам нужно будет также найти и хронологию. Следующий вопрос. Вы читаете Священное Писание и не можете понять смысла того или иного слова. Например, написано «Если сердце осуждает нас, то коль ми пачи – Бог». Коль ми пачи вам не совсем понятно и вообще не очень понятен смысл этого фрагмента, смысл этого стиха из Первого Послания Иоанна. Какими инструментами вы воспользуетесь, чтобы найти ответ? Бывайте другие переводы. Да, и переводы бывают какие? То есть, на что ориентированные переводы бывают? Вопрос немножко посложнее. Мы в этом говорили, но давно. Переводы бывают дословные, то есть, как можно приближенные к оригиналу. Скажем так, их наиболее сложно понимать. И переводы бывают те, которые ближе к пересказу, то есть, доступные для уровня читателя. Для уровня читателя, да. И на прошлой неделе мы с вами говорили о так называемой теории динамических эквивалентов. Это теория, которая призывает нас, переводя, находить слова и выражения в языке, в переводящем так называемом языке, то есть, в языке перевода, которые, может быть, не будут дословно соответствовать языку оригинала, но будут нести ту же самую нагрузку, выполнять ту же самую функцию. Они будут эквивалентными, хотя и не являются дословным переводом. Итак, мы с вами говорили о источниках наших, или, скажем так, о дополнительных инструментах толкователя, о книгах, которыми можно пользоваться для толкования. Мы с вами разобрали также два, даже три очень важных библейских жанра. Мы начали с жанра, который представлен большинством книг Нового Завета. И это был жанр... Послание. Да, послание – это слово такое вычурное немножко, а простое слово какое? Письма. Это письма. Мы с вами выделили основные элементы послания, и мы с вами говорили, на что обращать внимание послание. И я хотел бы акцентировать внимание на то, вот на что. Обращайте, пожалуйста, внимание на то, как в посланиях богословие соединяется с практикой. То, как из хорошего, верного, точного, глубокого богословия рождается практическое применение. Так было в посланиях, так и есть, и должно быть, и в нашей христианской жизни. Где верное богословие, там и верное применение. Где проблемы с богословием, там неизбежно начинаются проблемы с применением. Мы не можем основывать нашу христианскую жизнь только на чувствах. Даже по большому счету христианская жизнь основана на фактах. На факте того, что Бог делал для нас. На факте наших отношений с Богом. Дальше мы с вами перешли к евангельскому повествованию. И мы отметили несколько моментов, касающихся евангельского повествования, которые мы сможем увидеть буквально через минуту, когда будем обсуждать выполнение нашего домашнего задания. Будем беседовать о нашем домашнем задании. И затем мы с вами говорили о притчах. И видели конкретно применение этих принципов на притчах Иисуса Христа. Главный принцип был какой? Притча содержит... Притча Иисуса Христа содержит одну главную, одну основную мысль. Если я вам скажу, что притча Иисуса Христа содержит только одну мысль, просто только одну мысль, это будет неправильно. Потому что мыслей-то может быть много. Но мы формулируем это немножко иначе. Притча Иисуса Христа содержит одну главную мысль. Мысль, собственно говоря, объясняющую существование этой притчи. И немножко раньше, и тоже во время наших вчерашних с вами занятий, вчерашних с вами обсуждений, мы прошли по восьмой главе Евангелия от Матфея. Я говорил вам и показывал вам в действии то, что называется по-английски словом narrative research, исследование повествования. Мы говорили о том, что материал в Евангелиях часто сгруппирован не хронологически, или не только хронологически, но и тематически. И вот очень полезно бывает проследить развитие действия. Почему, скажем так, те или иные участники действия поступают именно так? Почему после этого эпизода идет вот этот? Какая связь между ними? Чтобы Евангелие не воспринималось нами как лоскутное одеяло. Из лоскутков, может быть, и красивых, но друг с другом не связанных. И вот я просил вас во время выполнения вашего домашнего задания посмотреть Евангелие от Марка, 11 и 12 главы. И сегодня мы с вами немножко по-другому необычно выполним эту работу, проверим домашнее задание. Обычно мы делали так. Обычно я говорил вам, ребята, вот вам вопросы, давайте на это отвечать. Но многие из вас выполняли это домашнее задание. Я надеюсь, что все выполнили. Поэтому я попрошу сегодня Эльвиру провести нас в этой части нашей работы. Я попрошу Эльвиру сделать вот что. Сделать две вещи. Во-первых, постепенно рассказать, что вы накопали, что вы нашли. Даже три вещи. Во-первых, рассказать, что вы нашли. Во-вторых, теперь внимательно это относится ко всем. Если у вас, Эльвира, были какие-то вопросы во время вашей работы, вы можете совершенно спокойно, когда будете рассказывать, сказать, например, так. Вот, братья и сестры, вот посмотрите, вот я нашла то-то, то-то. Мне было непонятно вот то-то, то-то. Помогите мне, пожалуйста. И тогда слово Эльвиры, ее помощь, ее просьба помочь вам, аналогично тому, что я, как преподаватель, задаю вам вопрос. Это значит, что вам нужно отвечать. А что вы думаете по этому поводу? То есть, она будет не только рассказывать о том, что нашла, но и вот вашу помощь получать, попросить у вас о помощи и получать эту помощь, я надеюсь. И третье. Повести нас в том, как можно, какие, скажем так, какие пункты применения, какие точки применения мы можем найти вот в этом фрагменте. Расскажите, что Господь показывал именно вам. И вполне может быть, я надеюсь, что кто-то из участников нашей беседы захочет рассказать, как вы хотели бы применять это место Священного Писания. Для тех, кому немножко непонятно методологически, зачем я это делаю? Очень просто. Ведь, понимаете, какая вещь? Каждый из нас, изучая Священное Писание, является прежде всего учеником, потому что у нас один учитель, Господь. Он нас учит. Но при этом мы являемся и учителями. Потому что у нас есть малые группы, у нас есть друзья, у нас есть знакомые, у нас есть люди, которые нам доверены. И вот когда вы ведете малые группы по изучению Библии, не надо принимать на себя вид этакого всезнающего учителя. Задайте мне вопросы, и я на все вам дам ответ. А покажите людям, с которыми вы работаете, что вы тоже учитесь. И покажите, что каждый из них при условии серьезной работы, при условии серьезной подготовки, также может быть учителем, может ввести в изучении Библии. Я не имею в виду учительский авторитет, как, допустим, пастырский авторитет в церкви. Но как руководитель группы, наверное, это вполне реально. Итак, Эльвира, проходите, пожалуйста, сюда. Давайте я начну с того, что я буду читать постепенно и говорить о том, каким мыслям, каким выводом я пришла. Сначала 11 главы. «Когда приблизились к Иерусалиму и Вифагии, и Вифании, и Горе Илеонской, Иисус послал двух из учеников своих и говорит им, «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, входя в него тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился. Отвязав его, приведите. А если кто скажет вам, что вы это делаете, отвечайте, что он надобен Господу, и тотчас пошлет его сюда». Они пошли и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, и отвязали его. И некоторые из стоящих там говорили им, «Что делаете, зачем отвязываете осленка?» Иисус отвечал. Они отвечали им, «Как повелел Иисус, и те отпустили их». Скажем так, этот отрывочек нам рассказывает о том, как Иисус готовится к своему входу в Иерусалим. То есть он долго заканчивает свое служение на этой земле, он понимает, что его уже путь здесь, в его служении подходит к концу, и он подходит к Иерусалиму. При этом он просит своих учеников привезти ему молодого осленка. Вообще в иудейской культуре и в иудаизме то, что было отделено, скажем так, оно было священно. То есть так же, как были отделены для служения какие-то вещи, так же и этот осленок. Он, скажем так, потому что он был необъезжен. Здесь мы можем читать то, что он был молодой, и он был еще на нем, никто ни разу не ездил. Он был отделен. И как бы Христос его отделил для себя в этом вопросе. Дальше мне кажется, что вот в том месте, где говорится о том, что когда спросят люди, что вы делаете, Иисус говорит, что вы говорите, что он надобен Господу. Здесь проявляется и власть Иисуса, и то, что он прямо утверждает, что он надобен Господу. То есть он нужен Иисусу. То есть Иисус этим как бы и утверждает, что он Господь. И он показывает свою власть, что несмотря на то, что ученики подошли и взяли абсолютно постороннего животного у людей, которых они не знали. Но Иисус проявил свою власть, что когда они сказали, «Он надобен Господу», те люди отпустили и отдали этого осленка. Скажем так, какой вопрос у меня возник, на который я не совсем, наверное, не нашла просто ответ. Это почему именно осленок? Почему именно осленок? Не только потому, что я понимаю, что это животное более смиренное, то есть как мы часто это воспринимаем. Но есть ли какое-либо постанование в Ветхом Завете или в пророчествах? Почему именно Иисус выезжает в Иосолиме на осленке? Может мне кто-нибудь ответить на этот вопрос? Во-первых, осел не считался животным глупым. Наоборот, он считается очень умным. И есть пример, когда осел ест траву, он сначала ест плохую траву, а потом на запуску оставляет себе такое вкусное. То есть действует очень логически. Но здесь вопрос в том, что Иисус въезжал в Иерусалим не как завоеватель. Царь, возвращаясь с войны, как победитель, как завоеватель, он возвращался всегда на белом коне, как с таким торжественным въездом. Он въехал в Иерусалим на осле, как, ну, можно сказать, смиренный, понимаете? Как человек, который принёс мир на эту землю. Как человек, который несёт какую-то радость, а не завоевание. Вот поэтому этот символ не завоевателя, а брата, добродетеля, ну, как угодно можно считать, он уезжает на осле. Понимаете? Тогда я пойду дальше. С 6 по 11 стих. С 7 по 11 стих. «И привели ослёнка к Иисусу и возложили на него одежду свою, и Иисус сел на него. Многие же постилали одежды свои на дороге, другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. И предшествовавшие и сопровождавшие восклицали «Осанна, благословен грядущий во имя Господня! Благословенно грядущий во имя Господа Царства Отца нашего Давида! Осанна Вышних! И вошёл Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев всё, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с двенадцатью». Здесь мы видим торжественный въезд Иисуса в Иерусалим. Скажем так, торжественный не потому, что сам Иисус, как нам уже помог, Олег Николаевич, торжественно это обустроил, так, чтобы его торжественно встречали, а его люди встречали, и его люди встречали с хвалой, его люди встречали с просьбой о помощи, с просьбой о спасении, но встречали они его как царя иудейского. То есть израильский народ на тот момент он видел в Иисусе исключительно человека, который может восстановить здесь царство Израиля, восстановить царство Израиля. Поэтому они ожидали от него как бы спасения от римских захватчиков, именно вот поэтому они его так встречали. То есть не совсем было вот здесь как раз один из тех парадоксов библейских, которые мы можем указать, то что Иисус въезжал как созидатель царства Господа, царства Божьего, а встречали его как человека, который может восстановить земное царство, царство Израиля, как политического деятеля, скажем даже так. А мы не думали вот над тем, что въезд Иисуса в Иерусалим начинается с пригорода Иерусалима. И в это время стекалось громадное число паломников, и между тем были и другие народности, и другие языки. И в принципе вот эта толпа как бы повелась на учеников, и когда пришли уже истинные иудеи, то вот здесь уже погоду делали они на другой день. Потому что толпа первого дня, второго дня, и тем более толпа той пятницы, как иерчали, распни, это разная толпа. Да, примерно. Ну не совсем разные, но во всяком случае она первая была не та, которая как бы наполняла страну. Иудеи сами не были совсем готовы к такому, поэтому они не могли повести эту толпу на торжественный въезд. А когда они кричали, распни, то есть они уже точно знали, что они хотят распять, и толпа она ведомая, то есть что ей очень, ну ей не так сложно управлять. Хорошо, идем дальше. Хорошо. Следующие 12 и 26, при этом я буду читать вместе с местом, где засохшее инжирное дерево, и поскольку Марк указывает здесь некую хронологическую порядок, потому что у Матфея история про инжирное дерево, оно совмещено, а у Марка оно разбито, когда Иисус выгоняет из храма. На другой день, когда они вышли из Ифани, он залкал, и увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней, но придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не было время, не время было собирания смоков. И сказал ей Иисус, отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек. И услышали то ученики, и пришли в Иерусалим. Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме, и столы минувщиков, и скамьи продающих голубей, опрокинул. И не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. И учил их, говоря, не написано ли, мой дом, мой хром, домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников. Услышали это книжники, первосвященники, и искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Когда же стало поздно, он вышел вон из города. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И вспомнил, Петр говорит ему, «Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». Я именно до этого места прочитала, то есть большой кусочек вместе с историей про засохшую смоковницу и про то, как Иисус выгонял, менял, потому что мне кажется, что это все очень, то есть все это едино, несмотря на то, что у Матфея как бы оно немножко по-другому расположено, то есть не тематически. Еще раз немножечко. Смоковница и знание из храма о торгующих? Да. То есть у Марка оно расположено, как считают, в хронологическом порядке. То есть вначале он проклял, вышел из Иерусалима, проклял смоковницу, на другой день вошел в Вифань, и когда вышел в Иерусалим, выгнал, менял из храма, и на другой день они увидели, что смоковница засохла. Смоковница, как мне кажется, смоковница – это те иудии, у которых очень много внешнего, у которых очень много внешнего атрибутики, как у этой смоковницы листьев. Да, может быть, чуть раньше. Почему у смоковницы не было смокв? Хотя было написано, было не время. Ну, подразумевается, что раз у нее было так много листвы, что хотя бы через некоторое время, она, хотя бы, то есть, пусть немного, но уже должно было быть что-то. То есть, пусть не совсем все, пусть не все зрелые, но уже должны были быть плоды. Тем более, что смоквы приносили, плодоносили два раза в год, и к тому моменту, мне кажется, должны были быть. Но на этой смоковнице было очень много листвы, на ней, как бы, она позиционировала себя, как дерево, которое должно быть с большим количеством плодов, но на нем не было плодов, и мне кажется, что здесь вот именно идет параллель с иудеями, с священнослужителями, на которых слишком много внешнего, слишком много внешней атрибутики, веры, слишком много показного, много вот этой вот листвы, но нет плода, нет того, как бы, ради чего они здесь поставлены, нет результата. вот, и поэтому, если вот дальше читать, что Иисус пришел в храм и увидел, что дом молитвы сделали вертебом разбойников, он, соответственно, проявляет здесь свою власть, он показывает, что это все-таки дом молитвы, это дом Господа, он выгоняет торговцев из храма, и на другой день, может быть, он готовит как бы учеников к тому, что на другой день он приходит, они идут и с учениками, и они видят, что смоковница засохла, то есть, то, что не приносит плода, тому, как бы, у того конец достаточно печален. За что она пострадала, Елена Смоковница? С пристрастием. Он с большим пристрастием. Она очень хорошо раскрыла эту тему, я считаю, вообще-то, увидела, что здесь неразрывные следы. Все, 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 вопрос, за что? Вопрос, за что она пострадала, если написано? Не должно быть в это время смок. Может быть, за то, что на ней слишком много листвы? Нет, ты хорошо заметил, я тебя просто восхищаюсь. А кто добавит? Кто может ответить на этот вопрос? Есть момент такой, Иисус взялкал, то есть, Он захотел что-то получить от этой смоковницы. Может, в этом есть какой-то объяснение? Почему? Вот ты правильно сказал, что она плодов не даст, не дала, даже если бы... Плодов не даст, даже если тогда будет время. Листвы много, это, да, это очень хорошо, ты заметил, это иудейское общество, которое было такой пышный, особенно фарисеи, книжники, как эта покрытая смоковница листвой. В это время, вот в это время, появлялись съедобные почки, которые, в принципе, впоследствии превращались... Ну, то есть, я же сказала, что то, что там должны были быть плоды, хотя бы что-то, то есть, должно было быть на будущее, на будущее плоды. Отсутствие этих почек указывало, что она плодов не даст. Ну, я об этом говорила. Понимаешь? Эти почки тоже употребляли пищу хозяйки для того, чтобы... Ну, вроде салатов, как одуванчик, там, знаете, мы употребляем. Ну, а вот это здорово, ты заметил, то, что Иисус сравнил это с иудейским обществом, которое, в принципе, очень пышно цветет, а плодов-то нет. Молодец. Хорошо. Ну, да, я тоже самое хотела сказать, что обычно вместе с листвой уже начинались появляться плоды. Раз у смоковницы была листва, такая обильная, значит, что-то с ней было не так. Она из почвы тянула для себя что-то другое. Здесь можно, мне кажется, провести аналогию с фарисеями и с книжниками, что они были на благодатной почве, они были людьми верующими, много знаний получали, но внешне они не олицетворяли, не приносили плода такого духовного, который хотел бы видеть Христос. И в дальнейшем в нас, в христианах, Иисус часто говорил, и по плодам узнаете их. Еще есть такие места. Пойдем дальше. Давайте я немножко... Давайте немножко остановимся. Я думаю, что вы великолепно нам показали, и как вести обсуждения, и как копать, и в английский текст находить ответы. Я думаю, мы не будем дальше уже делать все, потому что у нас там займет очень много времени. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok